Сыр тропический. Так можно назвать немалую долю молочной продукции на самарских прилавках. Почти везде в составе пальмовое масло. Роспотребнадзор регулярно устраивает проверки. Результаты не радуют. Доля фальсификата на рынке увеличивается. В большинстве случаев это являются производители масла сливочного, сыров и замыкают так тройку. Это молоко сгущенное. Как правило сыры это полутвердые сыры, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Они чаще всего и фальсифицируются. В лаборатории Роспотребнадзора молочные продукты проверяют в несколько этапов. Сначала специалисты определяют жирно-кислотный состав. Например, из масла оно выделяется путем слоения фаз, на жировую и нежировую. Из сыра это просто экстракция жира из пробы. И такие продукции, как молоко, сметана, ряженка, гефир и другая различная молочная продукция, предварительно мы ее сквашиваем. Результаты ПРОП расшифровывают и направляют в отдел надзора. Там и выясняется, есть ли в сыре то, чего быть не должно. Пальмовое масло, сухое молоко, вредоносные бактерии. Производители некачественных продуктов ждут штрафы, суды и запрет на производство. Покупателям остается угадывать, какого качества окажется купленный продукт. Масло совсем другое такое, какое было раньше, намного. Цены ненормальные, для этого качества, конечно, сыра не стоит. Поэтому урезаем, поменьше. Я беру дорогой сыр, стараюсь дорогой масло брать, недешевое. Чтобы не тратить деньги зря, нужно внимательно изучать упаковку. А также список недобросовестных производителей на сайте Роспотребнадзора. Марина Матвеевна, Олеся Корецкая, Максим Гусев. События.